Это Алина, будущий журналист. А это Катя, она учится на переводчика. А еще они подруги, КВНщицы и модели. Им предстоит испытать силу духа и проверить себя на прочность. Ведь на этот раз примерить нужно не наряды, а настоящие рабочие профессии. По правилам проекта в работу девчонки окунутся с головой, выполняя нелегкие задания настоящего мастера своего дела. Нет сомнений, смена будет горячей. Привет, Ули. Са-сак, опаздываем. Присаживайся. А что это мы так официально, Екатерина Сергеевна? Потому что сейчас мы будем проходить мини-экзамен по освоению шахтерского сленга. А с чего это вдруг? Ну, посмотрим, вольешься ли ты в шахтерские коллективы или нет. Так, давай начнем. Давай. Что такое мальчик? Кать, ну это же логично. Но мальчик это наверняка юный шахтер. Неправильно. Это бревно, которое убивается между крепежами арки. Может, крепежами? Не перевелай меня, сейчас выйдешь за дверь. Хорошо, хорошо, давайте продолжать. Хорошо. Ну, что такое баба Лена? Кать, ну это женщина, которую зовут Лена. Лена, и снова ошибочка, это assembly line. Ну, как-то по-русски. Ленточный конвейер. Of course, of course. Ладно, дальше. Ладно, дальше. Изи, изи. Что такое теща? Ой, ну честно говоря, у меня уже даже предположений не осталось. Али, ну что ты вообще-то молод, молод. Мне будет с тобой стыдно ехать на эту смену. Ты ничего не знаешь. Это... Выполняй все работы. Вот, послушай. Окутал степь седой туман. Стою одна в ночи глухой. Все спят. И люди, и дома. А я не сплю. С утра в забой. Вот это да. Мне так понравилось. Теперь я вижу, что ты готова к горячей смене. Я своей не новой профессии, гроза. А я тебе о чем? Давай поскорее пойдем и спросим у жителей нашего города, что они знают об этой профессии. Ну, сначала нужно блинчики доесть. Это ты готова? Да, вкусняки. Ну, горнорабочий очистного забоя. Как вам такое? Паша. Может быть, мужчина? Не мужчина. А что вы знаете о профессии гроз? Ну, ничего не знаю. Гроз? Да. Горнорабочий очистного забоя. Ура. Да. А чем он занимается? Очищает забой, судя по названию. Ну, отгребать уголь, который там... Ну, работал в Павлограде, там шахтеры. Вот. А говорите, что не знаете, чем занимается? Нет, не знаю, чем занимается. Ну, наверное, освобождает забой от угля, от шлака. Я думаю, они должны быть смелыми, выносливыми и дух у меня был сильный. Наверное, я скажу, трудолюбие. Потому что работать, мне кажется, очень тяжело. Не бояться. Это максимальная профессия, я считаю. Потому что, поэтому, наверняка, ему нужно и рисовать захочется, и послушать какую-то музыку. А если не идет добыча, никакая профессия не востребована. В Болынской области есть шахты. В Донецкой области есть шахты. В Луганской области есть шахты. В нашей области, в Павлограде есть шахты. А что такие странные вопросы? Потому что горный институт рядом. Привет. Привет, собака. Привет. Ну что, подведем итоги? Большинство мужчин знают, что такие грозы. Но девушкам абсолютно непонятно, что это за профессия. Да. На рабочем месте грозы, как говорили люди, занимаются тем, что они что-то очищают, что-то пробивают. Ну, в общем, конкретных ответов мы так и не получили. Из главных качеств перечислили, что они должны быть сильными, выносливыми, смелыми и пунктуальными. Ну, ничего страшного, потому что эту профессию мы на себе примерим, вам все расскажем. У нас осталось еще много вопросов, на которые мы найдем ответы. Поэтому не переключайтесь, а мы побежали начинать нашу горячую смену. Let's go! Погнали. Дорога не близкая. И хоть погода солнечная, мы все-таки смотрели не в окно. Нам было действительно любопытно узнать побольше об этой самой, что ни на есть шахтерской профессии – горнорабочей очистного забоя. Возникновение профессии «ГРОС» напрямую связано с комплексной механизацией шахт, которая проходила в 50-е и 60-е годы. В помощь шахтерам стали появляться как отдельные машины, так и целые механизированные комплексы. Это вызвало изменения в профессиональном составе горнорабочих. Именно тогда несколько шахтерских профессий были объединены в одну – навалоотбойщик, посадчик, нишевик, бутовой, бурильщик. Сегодня их функции выполняет горнорабочий очистного забоя. Или, как его еще называют, добычник, кормилец, ведь именно он добывает уголь в очистном забое. Это одна из основных подземных специальностей и одна из самых престижных и высокооплачиваемых. Температура за бортом? Не летняя. Точно. Но мы обещаем, будет жарко, ведь впереди у нас горячая смена. Да, и, по-моему, будут грозы. Точнее, гроз. Но обо всем попозже. Да, теперь мы идем знакомиться с нашим новым героем. Погнали. Погнали. Ой, смотри, кажется, музей. Давай зайдем, давай. Шахта имени Сташкова настолько заслуженная, что располагает собственным музеем. Костромской Андрей Николаевич. 35 лет. Женат, воспитывает сына. Трудовую деятельность начинал 12 лет назад подземным горно-рабочим. Сейчас является бригадиром «Гросс» на участке, который неоднократно ставил рекорды по добыче угля. И первым в 2017 году выполнил план на месяц раньше срока. За высокий профессионализм и грамотное руководство Андрей награжден знаком шахтерская слава третьей степени. Почетной грамотой ДТЭК. На досуге занимается спортом, которому приобщает и сына. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Я Алина. Андрей. Катя. Андрей. Бригадир «Гросс» добычного участка. Вы, наверное, знаете все нюансы профессии «Гросс». Да, знаю. Круто. И вы нам сегодня все покажете и расскажете на смене? Обязательно. Все покажу, все научу. Ну, тогда давайте скорее приступайте. И первым делом, наверное, приступим к чему, к чему, к чему? К инструктажу. Правильно? Да, конечно, инструктаж. Самое главное. Ну, все, тогда пойдемте скорее. Погнали. Андрей, а с чего начинается ваша смена? Наша смена начинается с того, что мы проходим инструктаж и получаем наряд. Класс. Мы любим разные наряды. Нет, девочка, это не те наряды, которые вы любите. Это задание, которое начальник нам выдает на рабочую смену. А, ну, тогда давайте скорее получать этот наряд. Только красивый. Инструкция плюс наряд. Мы всегда очень серьезно подходим к этому мероприятию. Правда, в этот раз было серьезно и весело одновременно. Не только нам. Пока-пока! А как вы пришли в профессию? Это было спонтанное решение. У меня, ну, как, в семье, в роду никого не было. Шахтеров я первый. Вот так вот и пришел. Ну, захотелось попробовать истинно мужскую, так сказать, профессию. Ну, а почему вы решили вот заняться именно таким трудным делом? Не знаю. Может, захотелось попробовать чего-то нового. Как это, работать под землей, как это, добывать уголь. Может, стало интересно просто посмотреть на это все. То вот и решил. А с чего начался ваш шахтерский путь? Ну, мой шахтерский путь начался с того, что я первонаправо отучился на горнорабочего подземного. Потом, спустя два с половиной года, меня направили на курсы горнорабочего очистного забоя. После того, как прошел курсы, был представлен наставнику. Ну, человек, который, так сказать, месяц со мной, он был в шахте, обучал меня всему этому делу, показывал, рассказывал, как ведут себя грозы непосредственно в лаве, ну, в очистном забое. Ну, я уже готова приступать к работе. Пойдемте. Пойдемте. К переодеванию в униформу нам не привыкать. Даже навыки пользования портянками появились. Ну, как-то так. Так, девочки, у нас каждый работник предприятия раз в два года проходит дымный штрек. Так как вы у нас в гостях, мы сегодня обязаны пройти дымный штрек и закрепить полученные знания. Это мы сейчас что конкретно будем делать? Нам сейчас проведут инструктаж о самоспасателе. Мы в них включимся и пройдем с вами вот на дымный штрек. Походим, там дым есть, походим немного. Здравствуйте. Итак, внимание. Представитель ГВГСС. Это государственная иванизированная горноспасательная служба Сургана Александр Павлович. Тип самоспасателей, применяемых на наших шахтах, ШСС-1П. Эти самоспасательные средства индивидуальной защиты. Они предусмотрены для постоянного ношения в шахте, закрепляется за каждым работником шахты индивидуально. Предназначен для защиты органов дыхания от неприводной атмосферы, которая возникает в шахтах при пожарах, взрывах, выбросах и так далее. Самоспасатели вешаем на плечевой ремень, на плечо. Одеваем, одеваем. Это для постоянного ношения. В случае появления запаха гари и дыма, мы должны включиться в самоспасатель. Перед этим повесить его перед собой. Задержать дыхание и начинаем включение. Срываем крышку, отрываем, распрямляем гофрированную шлангу, одеваем ротзагубник, одеваем носовой зажим, делаем выдох в самоспасатель. Выдох. После этого, для того, чтобы у нас гофрированная шланга не оторвалась от самоспасателя, делаем подтяжку ремня. Для удобства ношения. После включения в самоспасатель, человек выходит из аварийного участка. Размеренным шагом. Удачки! Ну а теперь вы, девочки. Все, начинаем. Вывешаем себе через голову. Опоздал! Раз, два, три. Чтобы его запустить, как воздушный шарик накачиваем? Субтитры делал DimaTorzok В общем, очень напоминает эдакий шахтерский квест. Дымно, темно, страшно и классно. Субтитры делал DimaTorzok Ого, я такого не ожидала. А то с теми, ты не жалясь. Больно. Ой, ну что вам сказать. Во-первых, страшненько было. Очень страшно. Ничего не видно. Ужасная. Вот, пытаешься дышать, потому что страшно, что ты не будешь дышать. Девчонки с первым заданием справились очень даже неплохо. Я думал, будет немножечко посложнее. Ну, они молодцы. В общем-то, они такие боевые, веселые девочки. Произвели на шахте, так сказать, большой фурор. Ну, смена должна быть очень даже сильно горячей. Нам ничего не страшно, потому что с нами наш герой Андрей. И мы уже готовы познавать, что ты новая. Страшненько, конечно, но что не сделаешь ради вас. Скоро будет погружение. Смотрите, не переключайтесь, ведь это интересно. Все, испытаем на себя. Все, погнали, уже времени нет. У-у-у, побежали. Средства индивидуальной защиты, самоспасатель и шахтерскую лампу мы получили у ламповщиц, которые после предыдущей смены нам стали просто как родные. Это, девочки, наша ламповая. Здесь мы перед спуском в шахту получаем светильники и самоспасатели. Круто. Мы, кстати, тоже работали ламповщицами. И мы это все уже знаем изнутри. Нет, у нас другая система. Мы свои светильники и самоспасатели получаем по индивидуальным пропускам. У нас тоже выдали такие. Давайте отметимся и пройдем к своим светильникам. Первый пошел. Видите, у каждого светильника есть свой номер. Это табельный номер шахтера. И вот он по индивидуальному своему пропуску получает светильник и самоспасатель. Вот, кстати, и мой светильничек. Ого, вот же ваш спасатель. Давай вытаскивай. Держите. Спасибо. Так, а у нас получается 12.04. Вот, это мой. Давайте я вам помогу. Давайте. Уберите. Идемте, получим респираторы. Идемте. Здравствуйте. 14.36. Спасибо. 12.04. 11.00. Идем к стволу. Ну, все. Мы готовы. Держите, перед спуском в шахту надо снять с себя все украшения. Сереженьки мои любименькие. Все сняла. А какими качествами должен обладать ГРОС? ГРОС это одна, ну, нелегкая такая профессия. ГРОС, я считаю, должен быть мужествен. Должна быть у меня хорошая физическая подготовка. Сильные люди должны быть. Неплохо было бы быть веселым таким. Ну, и сообразительность. А где обучают на вашу специальность? Есть такой шахтерский городок Терновка. И там есть учебно-курсовой комбинат. Там обучают на нашу специальность. Ну, все, пойдемте. Работали. Поработали, пора домой. Шутку поняла? Поняла, прикол. Мы поработали и ушли домой. Ладно, все, да. Идемте работать серьезно. И снова погружение. Погружение к центру земли то же самое, что и взлет к небу. Только наоборот. Но дух захватывает так же. В этот раз мы спускаемся на глубину 225 метров. Клейт движется со скоростью 4 метра в секунду. Буквально минута, и мы на месте. Девочки, мы с вами опустились на глубину 225 метров. Для того, чтобы нам продолжить нашу горячую смену, мы должны с вами сделать отметку о спуске в шахту. Это делается вот так вот. Загорелось зеленое, и мы можем идти дальше к нашей корейке. Прошу. Прошу, за мной ешь. А вы помните ваш первый спуск? Первый спуск. Это было очень давно. По-моему, конец августа 2005 года. Это было что-то такое непонятное, что-то интересное. Ну, первый раз спуститься под землю. Ну, не знаю. Ну, как-то было немного даже страшно. А как вы ориентируетесь под землей, да еще и в темноте? Ну, я бы не сказал, что мы в полной темноте. У нас же с вами на голове, на касках есть индивидуальные светильники, которые нам помогают видеть, куда мы идем и что-то нам делать. А под землей мы ориентируемся по потоку вентиляции. Если мы идем на ствол пешком, она нам будет дуть в лицо. Потому что вода, которая в канавке, она всегда бежит на ствол. И мы поэтому понимаем, что мы идем правильно. Наша любимая карета. Маршрут длиною в час. Есть о чем подумать и есть о чем поговорить. Мы работаем на добычном компании УКД-200-250, непосредственно им добываем уголь. Конвейер, СП-251. Есть приводные станции, головная станция и концевая станция привода тоже это будет работать. Скрипковый перегружатель ПТК-800. Ну и ручной инструмент, ключ, клевак, монтажка такой. А где вы знаете сленговые слова в своей работе? Вы, например, точка – это голод. Как два болезня, которые вы попеете. Я понял вас. Сленговые слова. Ну вот, допустим, мы с вами едем, мы наговорим, это карета. А по инструкции она называется ЛВ-18. Пускай вагонетка количеством 18 посадочных мест. Ну, еще у нас есть воздушное сверло. Мы на него так просто говорим пчела. Пчела? Да, пчела. Так вот, как-то так. Сколько нам ехать в точке сейчас? Ну, где-то примерно минут 50. 50 минут? Да, где-то так. А потом еще немножечко пешочка. Так вы можете здесь поспать. Спать захрещено. Да. 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 Мы приехали дальше, продвигаться будем пешком. Довольно часто шахтерам приходится преодолевать немалое расстояние, чтобы дойти до их рабочих мест. Существует даже сленговое понятие – копытные. Так называют доплату за дальность места выработки от выхода из шахты. Мы так и пошли. Цук-цук. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Смену сдали? Да, вам все понятно. Здравствуйте. 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 Смену приняли. А вы нам угля оставили? Да. Угля нам оставили? Конечно. Хорошо. Мы на месте? Да, мы на месте. И с чего мы будем начинать? Мы начнем с того, что приведем свое рабочее место в паспортное состояние. То есть наведем порядок, обсмотримся здесь, сделать так, чтобы нам было безопасно работать. Для этого предлагаю девушке убрать вот эти вот стойки, поднять инструменты, вот этот вот крючок, оно это нам все мешает. Хорошо. Ну что? Давайте пробовать. Давайте будем пробовать. Это не брено, девочки. Это так называемая стойка. Мы ее используем для крепления сопряжения. А это этот мальчик? Ну да, девушкин, по-вашему, это мальчик. А вот это что у вас такое? Это гидравлическая гильотина. Используем для того, чтобы обеспечить хоть как-то труд, гроза на нижнем сопряжении, чтобы не пилить пилой. Ну, тогда вот еще попробуем пилой. Давайте попробуем. Я вам, давайте, покажу, как она работает. Вот, смотрите, ручка у нас гидравлическая. Сюда подается там масло. Вверх нажимаем ручечку. Данкрат собирается, гильотина открывается. Вниз нажимаем. Происходит все то же самое, только наоборот. Можно мы попробуем? Да, попробуйте. Давайте пробим стоечку. Для того, чтобы пробить стоечку по размеру, мы используем смерочки с подружной экспрессой, с проволочкой. Вот, давайте вот сюда вот пробьем стоечку. Давайте. Вот, давайте вот так вот возьмем, померяем ее, эту стоечку. Берем эту стоечку. Да. И вот так вот я должна ответить, правильно? Да, по смерочке. Все, поняла. Держим. Режем. Режем. А теперь эту стоечку пробивайте. О, этой стороной. Вот стоит, стоит. Добейте ее нормально, вертикально, под брусик. Давай. Как забери? А как же я со спасателем креплю? Алина, ты сегодня всему миру доказала, что руки у тебя с того места растут. Вот это работа. Почувствовать себя дровосеком под землей – это что-то. Ой, мы просевали, и наши рученьки устали. А что это у вас такое? Это у нас БТК-800, стрельковый перегружатель, который подает угольную ленту, и дальше уголь идет на участок конвейерного транспорта. О, ой, можно мы попробуем? Да, пожалуйста, попробуйте. Хочу, давай. Хочу, давай. А что там делают люди? Люди укрепляют породы кровли. А как-то, зачем? Ну, они забуривают туда вот профиля, видите? Они забуривают шестиметровые канатные анкера. Для этого они пробуривают отверстия, засовывают туда вот такие вот, вот они лежат, вот такие вот хим-ампулы. А что это за ампулы? Это в этих ампулах находится клей, затвердитель. Ага. И потом они засовывают туда вот такой вот канатный анкер. Вот такой вот канатный анкер они туда вот засовывают, и это служит для того, чтобы, когда подходит лава, извлекается вот эта вот ножка, вот эта вот. А почему вода льется? Вода, это специально сделано для того, чтобы не забивали штанги, как бы они промывают шпут. А вот внутри вот вы говорите лава, что это? Лава это подвигание забоя. Это сам забор. Откуда снимают? Ну, где уголь, где добыватель? А сейчас наш герой задал сом очень интересный вопрос. Напоминаю, за правильный ответ вы сможете получить отличный гаджет. Ну, Андрей, вам слово. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, из чего образовался каменный уйд? Твои ответы оставляйте на нашей страничке в Фейсбуке. Там же вы сможете узнать много интересностей и закулисные секреты. Ждем. Я не ожидал, что девчонок вот такой вот, как бы сказать, прыти, такого стремления, что они вот так вот взяли эту вот стойку, отрезали ее, пробили. Ну, блин, просто молодцы. Вот это да, мне так нравится. Это нереально круто. Мы сделали уже столько дел, но наш герой нам постоянно помогал. Он такой хороший, вроде и молодой, но такой умный. Очень интересно попробовать на себе что-то новое. И наш герой нам в этом помогает. Но впереди еще много чего интересного. Кстати, уголь я уже себе забрала. Вот-вот-вот. Так что пойду дальше выполнять сложные шахтерские работы. Пожелайте мне удачи. Уголь в лаве добывается при помощи оборудования. Высота очистного забоя от 70 до 110 сантиметров. Именно такую вырубку может обеспечить комбайн. Затем к работе приступают грозы. Пошли, пошли в лаву. Идем, идем. Так, девчонки, только что прошел комбайн, была снята стружка угля, так как мы называем. И для того, чтобы взять секции, нам надо зачистить карманы. Карманы? А у меня чистые. И у меня чистые карманы. Нет, девчонки, это не те карманы. Это карманы, как мы называем, пространство между основанием секции и навесным оборудованием, которое крепится к конвейеру. Это то есть вот они, в которых мы лежим. Дайте я здесь попробую. Пробуйте. Один, два, три. А вокруг, в сторону верха, туда за комбайн и впереди комбайн. Скажите, пожалуйста, а вот если описать вашу работу в пяти словах, то как бы вы ее описали? Здесь работают, я считаю, мужественные, сильные, добропорядочные и, еще раз повторюсь, веселые и напольчивые. Да, это мы уже заметили. А что вам больше всего нравится в вашей работе? Больше всего мне в моей работе. Это те люди, с которыми я работаю. Я горжусь этими людьми. Просто молодцы. Андрей объяснил, что в течение рабочей смены, конечно же, никто не бегает с одного участка на другой. Каждый сотрудник занимается своей работой. Я не ожидал, что девчонки так отнесутся к нашей работе, что они полезут со мной в лаву. Да, было видно, что им было немного страшно, но они с этим справились. Они просто красавицы. Я думаю, они достойные. Ну, просто молодцы. Ой, ой-ой-ой. Ой, мамочка, мамочка. Ой-ой-ой. Ну что, сразу хотелось бы сказать спасибо горячей свине за то, что мы боремся со своими страхами. Я уже попрошу страх темноты, страх высоты. А вот теперь страх замкнутого пространства. В этой лаве у меня бурлили нереальные эмоции, потому что это круто, это так страшно, но одновременно классно. Потому что рядом с тобой Алинка, во-первых, а во-вторых, наш герой. Огромные молодцы мужчины, которые работают там. Ну, они просто герои. Спасибо, спасибо. Спасибо, что вы работаете. В таких условиях это очень сложно. Но вы наши герои, вы наши спеца. Спасибо вам. А вот я слышала, у вас хорошая зарплата, да? Наша зарплата зависит от квадрата, вынимаемой мощности. Это как? А чем больше мы проедем, скажу по-простому, тем больше нам заплатят. И еще зарплата зависит от слаженной работы всего коллектива. Мы одно целое, мы одно звено. Если кто-то один вылетит, это будет для нас, ну, не то чтобы сильно чревато, но мы это почувствуем. Почувствует весь коллектив. Желаю вам быстро ездить. А теперь пойдемте дальше. И много ездить. Спасибо, девочки. Спасибо. Келометры целые. Да, уж тяжелый у вас труд. Да, труд у нас тяжелый. И больше всего, я думаю, мы уделяем время технике безопасности нашей, нашей охране труда. И, наверное, считаю, это правильно, что компания ДТЭК очень много денег влаживает в нашу безопасность, чтобы обезопасить нас от всяких рисков, связанных с травмами и всякого такого. Прошу карету и поехали домой. Ну, а какое у вас хобби? Мое хобби? Да. Я думаю, что мое хобби – это моя семья, непосредственно мой сын. Мой сын в данный момент, ну, он входит в клуб Тайсон и занимается боксом. Я тоже хотел в детстве заниматься боксом, и я буду всячески ему в этом помогать, сопутствовать. Даже буду ходить с ним на тренировки и вместе с ним тренироваться. Воплощение мечты сына. Ребята, наконец-то эта смена закончилась. Это действительно была горячая смена, потому как ответственность, не знаю, как бы своя, безопасность – это прежде всего. Ну, еще безопасность наших двух стажеров, которые надо оберегать, как младенцев. И, слава Богу, мы выезжаем, наконец-то, на горах. Девчонки, несмотря на то, что у нас такие хрупкие, такие стройные, вы действительно справились с этой поистине мужской и опасной профессией. Проявили себя, ну, не могу слов подобрать. Это было классно. И хочу вам от нашего всего коллектива вручить свидетельство. За смелость, проявленную в освоении новой профессии, за выдержку на протяжении всей горячей смены, вам, девчонки, присваивается первый ученический разряд по профессии ГРОС. Поздравляю вас, девчонки, вы молодцы. Держите, Екатерина, вы и вам, Алина. Спасибо. Это вам от всей нашей съемочной группы. Спасибо. Спасибо вам. Молодцы. Мы с многом сегодня научили. Спасибо, спасибо, девчонки. Без вас у нас бы ничего не получилось. Спасибо. Без подарка. Нам все равно приятно. Как без подарка, девочки? Разве мы могли оставить вас без подарка? Девочки, позвольте вам вручить настоящий мужской инструмент. Отбойный молотанок. А это, девочки, то, что мы с вами сегодня добывали. Хоть это и малая часть того, но это есть уголь, который вы сегодня добывали в течение всей горячей смены. Спасибо. Ну что ж, на сегодня горячая смена окончена. И она была не только горячей, но и очень тяжелой. Да, ну и мы хотели бы сказать огромное спасибо всем шахтерам за то, что они каждый день делают свою работу, но и совершают практический подвиг. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Не переключайте и смотрите всю-всю-всю горячую смену. Любим, целуем, обнимаем. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Пойдем.